Ты взойди, взойди Красно солнышко Обогрей ты нас, добрых молодцев Добрых молодцев, людей бедных Обогрей ты нас, людей бедных Мы веслом махнем, да корабль возьмем Кистенем махнем, караван возьмем Да не воры мы, не разбойнички Стеньки ради нас, мы работнички А ведь покуда я поручиком был, не певали у меня таких песен Так ведь и ты, когда поручиком был, этак с нами не сиживал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ай, флам! Ну, флам, добрый шкипер Патрик, глянь на святое пророчество Загляденье Шхуну строил не флам, а голландский мастера Питер А доглядывал кто? Добрый табак на ярмарке брал? Табак добрый Только очень дорого стоит Грабеж, а не торговля Ножи знаешь почем? А медь? За Соболя дают брусочек меди, во как Рвут иноземцы столь много, что диву даешься Покуда у наших негациантов кораблей нет, они над нами хозяева Ничего, пока терпим Куда денешься? Ладно, погодим, Патрик Что? Как погодим? Нельзя больше погодим Надо строить много корабля и пить там Ученые и люди нам нужны доброхоты Где их в раз наберешь? Твой-то Полковник Снивин в Архангельске что творит? Ты упреди тебя, жалея до поры терплю А не то Слышь, Патрик? Слышу, Питер Я его предупрежу Но сие будет напрасно, государь Такие люди, как Снивин Должны быть повешены В назидание иным Ты что? Аполлоумел? Я нет Я не имею охоты, чтобы ты меня жалел, Питер Вот что Аполлоумел Продолжение следует... 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 Как говорят, флам не врет, флам нам друг. Штурманский, сундук самый добрый. Три! Три сундука! Денег не жалей! Говори, покупаешь для русских кораблей. Спросят дети корабли. Отвечай с усмешкой. Увидите! Пишите, братцы. Пишите по самым малейшим нуждам. Как флам уйдет, отпишите. Как строение корабельное движется, пишите. Какие сигналы подавать, Ваше Величество, когда карабаны отмалят? Полно господин генерал Альмины игрались. Сигналы. Тысяча Переиславль вспомнили ботик на Яузе. Было и миновало. Миновало. Продолжение следует... Да, да, да. Война, да, да. Да, да. Ушмга-ду, я привиду, варшайгельцуше, ни одно, а три, три сутнаст, три! О, что-нибудь не в порядке? Это значит? Значит, что мы вас более не зовем. Я буду иметь честь жаловаться его величеству государю. Сей поступок не послужит к вашей пользе. Это уж мое дело. Вы ответите за вашу дерзость. Кому? Не тому ли королю, коему вы, сударь, исправно служите на русской земле? Что? Шкипер может догнать его величество. Почтернейший Урквард, мы отложим от плите, подождем вас. Шкипер Урквард может вернуться только на свой корабль. У него нет паса ни на что более. Что же касается остальных честных шкиперов и негациантов, то я не советовал бы им заступаться за Уркварта. Иначе мы подумаем, что вы здесь не для доброй торговли. Счастливого плавания, господа мореходы. За семь футов воды подкилем. Нет, вернее, приметы. Кто не выпьет за семь футов, сидеть тому на мели? Прошу не помнить зла. Приходите к нам с товарами, везите товары самые дорогие. Не сомневайтесь, что торговать вы будете без обману. Не сомневайтесь также, что расчет будет идти подлинным серебром. Желаю успеха. Напишет я, чей Уркварт, жалоба на нас. Напишет. У него свои при дворе есть. Да и у нас свои на Руси найдутся. И всякая пуля в лоб. Есть, что и в куст бьет. Все ли добром на кораблях? Все по добру, господин воевода. Шкипер Уркварт. В себе ли? Да малым делом не в себе. Парик себя скинул опом. Всяк обесчестил город Архангельск, в порядке наш. Господин Джеймс при всем присутствовал? Майор Джеймс, господин воевода, по нездоровью на досмотр корабельный прибыть не мог. Ну что ж, ступай, капрал. Афанасий Петрович. Ты жди. Нынче дело не тронется, завтра тоже. Со временем Аосе полегчает. Ты служи, Афанасий Петрович. Я и служу. Да ведь нынче такси, Альвестр Петрович, а завтра, глядишь, сожрут живьем. Майор Джеймс только воевод до тебя и опасается. Прощай, Афанасий Петрович. Кое ли что, нагадайся. Звал Федор Матвеевич. Садись. Видать, слезное прощание было с государем в Холмогорах. А? Кончай гулять. Работа ждет. Верфи толком не построены. Порядка нигде нет. Сам ведаешь, Петр Алексеевич шутить не любит. Не нынче завтра мы с Сильвестром Петровичем приедем глядеть, как делаешь. Увидим худо, не пожалеем. Правда твоя, Федор Матвеевич. Пора работать, пора работать. А ну, где взять? Господин добрый, чем их приводить? Одну нас жалею промышлять. Другому принесло трудиться. А матросы, что на Царевы корабли набраны. Так их хоть цепями держи. А с верфи бегут. Не остановить? Жрать людям не даешь. Вот и бегут от тебя. Ой, грешишь, Федор Матвеевич. Грешишь, голубь. Жрать не даю. Господи, да разве их чертей прокормишь? Да не одни на нашей купецкой шее держатся. Всем дай, всех одари. А кто первый к воеводе с подарочком? Важением. Осип Андреевич. Ты ври, да не забирайся, борода. А не то ведь знаешь? Да Христос с тобой, Федор Матвеевич. Да разве мы не понимаем, что ты за человек? Да господи, да... Кормовые давать сполна. Да жалование царское. Да дома построить для трудников. Глядишь, народишко и с охотой на верфь пойдет. Ась, с охотой говоришь? Господин ты мой, Свет, Сильвез Петрович. Молодежь у них же ты еще. Да разве так можно? Как же быть? Недоимщиков много ли? Почитай, что все. И рыбари, и зверовщики, и смолокуры. Ни одного чистого, кроме богатеев. Недоимщиков и мать, и на верфь. Будут государев флот строить. Стой! Коли украдешь что на трудника, Дадина, пощады не жди. Коли лес сырой будешь ставить на корабли, сгною в подвале. Не кощунствуй, ты не богу молишься о машине своей. Сиди, молчи! Я за Снивиным послал. Дело нужно делать с пехом в тайности. Коли я так плохо, Федор Матвеевич, что ж держишь? Строил бы корабли сам. А? У меня есть план, сэр. Большое подворье будет заменять долговую тюрьму. Вздор. Затянется больно. Вы будете у всех посадских спрашивать бирку. Сия бирка означает, что все подати уплачены. Ежели ее нет, и мать ей на верфь. Делать ночью с пехом в тайности. О-о-о. Так, сэр. Так. Я вас понимаю. Много людей, много мужиков. Бирки не имеет никто. Это хорошо придумано. С биркой хорошо придумано. Будут работать днем и ночью. Вы будете довольны. И господин Баженин будет доволен. И государь будет доволен. Страшно мне, Федор. Чего же страшно? От того, что больно нешуточное дело затеяли. Чего и ни один, и ни два человека помрут на верфи. Чей грех-то будет? Греха бояться детей не рожать. Одначе рожаем. А то, как жили до сих пор. Не грех нам. И в старые и прежние годы мало ли народ лютой смертью помирал. О том, думаем ли мы, Сильвестр. Что человеку есть Русь? Добрая матушка. Вот что должна она быть русскому человеку. За нее костями должна лечь, если ворк ворвется. За нее Сильвестр. За матушку Русь. Которая нас берегла, учила, жалела. Верно говорю? Так-то оно так, Федор Матвеич. Да ведь не столь сладко оно на деле делается. Погоди. Слушай. Есть у нас люди, Сильвестр, а флота истинного нет. Есть у нас воины, армии сильно нет. Есть у нас умные головы, а школ академии нет. Не то страшно, чего ждем, а то, как жили по сю пору. Много трудно нам будет. Многое перешагнем. Коли доживем, то строение наше нынешнее и корабельное добрым словом помянем. Шуточкой покажется. Ибо только начало. Как забава наша на Переславле с Залезком. А страшны они были, забавы эти со смертьми. А что? Нет у нас обратного пути, Сильвестр Петрович. И нечего нам о грехах помышлять. Ну а что, не по-доброму гоню трудников на верфи? Научи, как сделать иначе. Я сделаю. Видишь, молчишь. То-то, брат, что и говорить тебе нечего. То ли еще будет, то ли еще увидим. Того и боюсь. Боюсь, такое увидим. Такое, что лучше бы не видеть вовсе. .. К ч diуop Вы что? Вы что делаете? Вы же целовечные! Нам дво рубля в год всего жалования. Да и то не плачут за... Люди вы или собаки. Бирку давай! Какую такую бирку? Есть бирка и нет. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Одевайся. Ваня! Ванечка! Ваня! Ну-ну, разбежалась. Иди в избу, слышишь? Иди. Ваня! 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 Тебе кого надобно краса девица? Ивлева Сильвестра Петровича. Я и Ивлев и есть. Мужикам его забрали, на царевую верфь увели. Кормщик он, Рябов Иван Саватеевич. Грамота у него от государя Петра Алексеевича. Что ж плохого, что забрали? Корабли строить надо, где ж народу набраться. Сами не идут, гоним силою. Иплотник он, кормщик. Придет пора кормщить, отпустим. На царевую верфь и чаю не хуже будет, чем в монастыре-то. Видовал, знаю, как им там жилось. И не ходи более никому, не поможет никто. Играет музыка. Ну, так занадобился, батюшка, небось сволокли твоего сокола. Плати, мол, за моего татя. Плати, батюшка. Пришла, да кланяйся, кланяйся, не столь чурбаном, в ноги поди, прости. А что так, батюшка? Ты что, падаль гнилая дура, для кого от меня ушла, вот и достигла. А я кормщик, царёв, вот я кто. У меня царёв, кафтан да шапка. Я самого царя от смерти спас, а то бы потопли все бы, потопли, потопли. Попли! Накляну! 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 Твинянин должен иметь перед нами, господин, страх. Тогда будут корабли. Больше работает, меньше страх. Меньше работает, больше страх. Может, вы желаете выпить чашечку кофе? Нет, не желаю. Мастер Ян несколько преувеличивает. Даже ученого медведя нельзя всегда бить. Это слишком. Первый день на верфи, первый страх. Если мы попали сюда, то для хорошо, а не для плохо. А ну так, чтобы по-доброму было. Так, так, по-доброму. А чтобы по-доброму, вы про страх сие, о коем говорили, забудьте навеки вечные, ибо обернется он вам таким страхом, что дорогу домой позабудете, поняли? Да, разумеете. Да, да, поняли. Вот так-то оно лучше. Вот так-то оно лучше. Ой, больше остRahmo. Приют. Ну, а-а-а. Любила elder, верила elder. Ну... Чего доброго-то скажешь? Доброго. Не слыхать нынче доброго. Вон, привели, поставили на корабельное строение. Землянки воды на три вершка. Переспали под навесом у амбара и на том, спасибо. Далее что? Не больно много толку от меня тут будет, Сильвест Петрович. Кормщик я, не плотник. Да я слышал, женка твоя прибегала, просила тебя отпустить. Да не в моей это воле. Корабли надо внастроить. Али может вздор сие? Может не нужны на Руси корабли? Ну говори, чего молчишь? Корабли нужны, что тут поперек скажешь? Не скажешь, а тебя отпустить. А его, он медник, тоже не свое дело делает. И его отпустить на другой квасник. А я свое дело делаю. Я, брат, недорослям голубей гонял. Арифметике до 17 годов не обучен. Мое ли дело корабельное строение? Однако, вот я тут, на верфи. И более об всем говорить не будем. Пошли. Сейчас мастера Никелс Даян поведают вам, что делать будете. Слушайте их со вниманием. Порядок на верфи будет такой. Избы ты не построил. Трудники. Да как же. Повешу вора. Голову отрублю, на рожон наткну. Тебе твои прибытки дороже дела, государева. Взялся, сдохни, а сделай. Да я... Молчи! Когда я с тобой говорю, слушай. Не разорваться мне, Сильвест Петрович. Ты вот кулаком стучишь. Воевода на верфи топчик, грозится, а я-то один. Взял подряд, сделай. Не сделаешь со мну. Почему корабельные дерева до сих пор не привезены? Нынче пеньку смотрел. Куда такая годится? К тебе. Привезли? Привезли. Ведите. Привезли. Садись. Выведите. Ты прости, Тимофей Коныч, что недобром тебя пригнали. Добром-то не шел. А корабли строить надо. Иноземцы Николс Даян мужики не глупые. Пропорции корабельную ведают. Да что им наши корабли? Русского надо своего, чтобы дельная работа шла. Нынче закладываем фрегат. Хорошо бы тебе, Тимофей Коныч, тот фрегат и заложить. Будешь работать с Яном? Значит, под ним. А сия, как разумеешь, так и понимай. Ты под ним, он под тобой. Черт. Тьфу. Дело надо делать. Вот что. Продолжение следует... ПЕСНЯ Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон»